Продолжение следует... Ну, посмотрим, как будет это сейчас и что вообще будет у нас происходить от этих команд. Очень даже интересно. Сидели киверплейс, наблюдали предыдущую игру команды Литочки. Это был у нас финал нижней сеточки. Ну, я думаю, ребята там сделали какие-то свои выводы. Ну и сейчас мы увидим ту самую игру. Как это все будет происходить? Что, Паша? Паша сел возле меня. Паша не будет играть, Паша будет пить кофе. Какой Паша? Ладно, перейдем, наверное, уже к игре. Винджи Фолл Спирит, Цент Кинг и Разор уже имеются в пике. Команда Литочки, как тебе, Паша? Твой пик. Пик твоей команды. Швидко запушат. Серьезно. Паша пошел пикать. Ну и киверплейс видим Джакира, видим Могурмага, видим Виномантера. И Ликантро появляется на четвертый пик. Вот команда киверплейс. Киверплейс, ну, то, что Паша и сказал, то и произошло. Могут быстро запушить. Именно так, наверное, будет играть команда киверплейс, потому что ребята хотят как-то домой ехать, мне кажется. Уже все-таки завершить этот турнир. Ну и по банам давайте тоже пройдемся. Брюмастер, Тайтхантер, Герокоптер и Кентавр находятся у нас в бане от команды киверплейс. Ну и Литачки забанили у нас Дроу Рейнджер, Некрофас, Дэс Профит и Алтер Тайтл. Ну и что же, ожидаем мы четвертый пик от команды Литачки. Посмотрим, что тут возьмут ребята. Ну, мне кажется, сюда подходит только один герой под названием Тинкер, который все это будет останавливать. Но, опять же, Тинкер... Тинкеру нужно дожить до своих тревелов, до своего блиндагера. А это не очень легко сделать при той ситуации, которая у нас сейчас. Ну, сейчас подумаем. Сказал Паша. Ну, 30 секунд остается у команды Литачки. Ну и что же они выберут? В принципе, много еще тут героев, которые еще можно на Аппуш быть. Не знаю. Ну, тот же Тинкер я назвал. Кто у нас еще может быть? Ну, Бристлбека берут ребята. Ну, Бристлбек. Герой, который будет впитывать. Ну, как вариант, точно даже неплохой. Ну, остается еще им герой куда-куда-куда-куда, на миддл-лейн или же на мейн-керре. Ну, опять же, зависит все от Разора. Имеется уже два у них товарища саппорта. Это Венш Фулл Спирит и Сэн Кинг. Ну и Бристлбек, я думаю, в оффлейн взяли ребята. Ну и что же касается команды Киберплейс. Джакера и... Ага. Тут Угрмак, наверное, и Виномансер будут у нас как два саппорта. Джакера в оффлейн, Ликантроп в легкую фармить. Остается какой-то на миддл, мне кажется, герой. Или же я даже не знаю. В принципе, Виномансер может еще пойти в легкую. Джакера, Угрмак плюс кто-то в сложную пойти. Ликантроп на миддл. То есть тут вариантов еще очень много. Пока что неизвестно, как будут играть у нас игроки команды Киберплейс. Ну, можно еще и Виномансер поставить. Что-то я забыл про эту штуку такую классную. Так, ну и минус у нас Мембер Спирит. Вот команда Киберплейс. Ну вот. Забыл я тоже про Эмбера, который... Герой, который может все отпушивать. Прекрасно. Фистами. Ну и последний банк команды Литачки. Я думаю, ребята уже придумали, что делать. Как это делать все будет. Минус у нас Бурдмазер. Ну и... Последний пик от команды Киберплейс. Да, в принципе, последний пик от двух команд. Ну и берут ребята Шадо Шамана. Ну, четкий пик на фастпуш в исполнении команды Киберплейс. Ну как фастпуш получает Шадо Шаман шестой ловел. Ну, в принципе, каждый из шестого ловел получает. Это просто борода. Ребята заходят на линию, убивают Тауэр. Приходят на другую линию, убивают следующий Тауэр. Ну и так по очереди. Ну и правда, у нас ХГ, мне кажется, будет очень тяжело зайти. Ну хотя, 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 посмотрим. Также посмотрим, как это все будет у нас в действии. Ну что же, последний банк. Команды Литачки. Что же они придумают? Кто будет всему этому противостоять? Ну и Алхимика добирают ребята. В принципе, неплохое решение. Есть Спрей, который будет у нас лежать. Минус Армор, который еще тоже наносит дэмэдж. Самое оно, мне кажется. Ну, посмотрим, как все будет у нас в действии. Опять же... По пикам все логично. Вот на практике это очень тяжело получается. Очень-очень тяжело. Выбирают ребята героев. Остается, вот тут у нас еще... Не, Фаталист выбрал. Кто у нас еще не выбрал. Кто-то не выбрал. Снупи не выбрал себя героя. Ну и Снупи играет у нас на Бристлбеке. Фаталист на Алхимике. Ашаут играет у нас на Венжер Фолл Спирит. Карт на Розоре. Ну и... Павло Паша будет играть у нас на Сен-Кенге. Пользуя команду Киберплейс. Вышли они с верхней сеточки. Поэтому имеют преимущество в этой игре. Ну и им всего лишь нужно в одну игру выиграть. Ну и ребята побеждают на турнире. Поэтому... Для них все отлично сейчас. Но правда если проиграют, то нас ждет третья игра. Которая точно уже решится, кто же у нас победит на этом турнире. Ну и кто же сорвет тот самый большой куш, который их уже ждет. Ну и в принципе второе место тоже там. Ждет неплохие девушки. Добьют ребята свой турнир. Так что так вот. Ладно, звучит у нас гонка. Видимо что сделал у нас товарищ в оффлейне. Поставил этот вардецкий на Вижн. Ну давайте смотреть. Давайте смотреть. Крепы уже пошли. Ну и что у нас поедине. Виноватик будет стоять против Бразора. Сверху у нас Ликантроп вместе с Шадоу Шаманом против Бристалл Бека. Ну и внизу у нас будет Трипла в исполнении команды Летачки против Даблы команды Киберплейс. Ну сразу же с Ликайтвайера начинают нас астероид. Фаталистам уже это как-то не нравится мне кажется. Ну ребята могут что сделать. Это как-то быстро выйти, быстро кого-то забрать. Но опять же нужно очень много дэмэджа. К сожалению не так уж и много дэмэджа находится у ребят с команды Киберплейс на этой линии. Поэтому вряд ли как-то кого-то и заберут. Хотя Витачки тоже не обладают большим дэмэджем. Бору Страйк, станчик от Толиста. Ну и Винджи Фулсбирид. Ну в принципе могут забрать какого-то там Жакира. Проблем я думаю. Так, ну что же, Сент-Кинг копает у нас Кьюбса. Есть первый станчик и второй станчик одновременно. Нет, Винджи еще не дала станчик. Чего-то я проморгал эту ситуацию. Ну и ФБ. ФБ забирают у нас Киберплейс. Понатыкали еще Джакира здесь. Но пока что неплохо. Неплохо начинают. Такой приз за первое место. Понятное дело, деньги. Как же без этого. Пошел у нас Хлауль от Ликантропа. На Майзер тут неплохо должен стоять. Да, через змейки, через яд идет. В принципе гель вообще тут не нужен. В принципе так будут напрягать у нас товарища Розора. Ну и Розор будет очень тяжело стоять. Подходить вообще к репам, видимо. Неплохой рэш у змейки, поэтому... Очень-очень тяжко. Ставится у нас пауза. Не знаю, что за проблемы такие. Думаю, сейчас все порешают тут ребята. А, фаталистам проблема, наверное. Ну, Шадоу Шаман. Второй левел есть. Айзер Шок. Возможно, сейчас какой-то Шеклз вкачает. Ну, Бристаллбек это очень тяжело забирать, потому что... Потому что это Бристаллбек. Начнем с этого... Второе, не знаю... Есть еще вариант, что Бристаллбек просто убьет тебя. Поэтому вот так вот. Астероид. Ты Ченсию дал Паше. Паша не понял, что произошло. Такс, такс. Ну, второй левел. Джакира, Гормак тоже второй левел. Только я не понимаю, кто тут фармит. Или Огр, или Астероид. Вроде как должен фармить у нас Астероид, но что-то... Что-то бегал по линиям. Такое. Так, опять же, выход. Тут двух саппортов. Почтен далеко. И вовремя выходят у нас игроки команды. Кипер Плейс. Как видим, опять же, ничего не получилось. Так, Виномальтер все-таки покачал на единичку Гейль. А, видим, вторых Змеечки уже имеет. Потому все в порядке. Виномальтера. Обманул. Скажу так, обманул. 2К тут не будет. Малое количество команд, поэтому... Мне насобирали. Так, приступаем к четвертому левелу. Дальше стоит на линии. Без проблем. Видим, сапогу себе прикупил. Также Кларити прикупил. В принципе, неплохо. Огромак подобрал дабл-дэвидж. Уже третий левел на подходе у него. Джокеры уже имеются. Второй Ликвид Файер. Поэтому будет неплохо накидывать, если драк. Так, виномальтер. Ну вот, то, что я говорил. То есть, расставил свой дефенс тут. И ничего не сделать. Тут Разору. Разор сам может погибнуть еще. Живает, уходит. Очень далеко. Наверное, все-таки уйдет. Вообще. С линии. Тоже, выход у нас на астероида. Опять же, неудачно. На двух саппортов. Командую левелачки. Ну, не могут они, конечно же, поймать. Очень тяжело это сделать. Поэтому. Такие вот дела. Ну, 1200 уже у Джокера, самое главное. Ну и Огр. Огр, Огр, Огр. Ходит, блудит. И опять выход у нас на астероида. Ну вот, со станчика, вот, фаталиста уже как-то получше получается. Да, вайф в террор. Ну и минус у нас астероид по таврам. Еще на развороте аспайс дает. Отличный фаталиста. Тут можно забирать. Фаталиста заберут, ребята. Да, минус у нас фаталист. Еще станчик прописывают для Сент-Кинга. Минус у нас Сент-Кинг. Ну, не хватило маны на Веншфолдспирит, к сожалению. Так, возможно, и забрал бы. Минус Бриселбек у нас на топе. Ну, не знаю, как это произошло. Вроде как нелепо, наверное. Ну, и Ликантроп. Третьи волки. Первый хаул. Первая пассивочка. В принципе, неплохо. Должен пробивать. Всех, кого он видит. Что у нас тут Огра убили. Виномантера тоже убивают, ребята тут. Ну, Виномантер очень далеко зашел. Гнался, как я понимаю, за Разором. Разор успешно выжил. Ну, вот. Виномантеру не повезло, как мы видим. Судя по тому, как он в таверне. То есть, 400 Джокера. Дальше фармит. Астероид вроде бы как планирует идти в золотую перчаточку. Под названием Хэнд оф Мидас. Посмотрим, как это будет. ПТ у фаталистов появляется. Так, сверху у нас что? Иллюзии подбирает у нас Винджи Фолл Спирит. Там вроде бы руну разбил у нас. Товарищ. Товарищ. Виномантер шестой лавел. Имеет поезд нову. В принципе, может плохо стоять. Вряд ли чего-то будет бояться. Джокера пошел все-таки в другое. Про что пусть соперники догадываются, которые сидят у меня с злосинкой. Так, ну, шаду-шаман. Пятый лавел, ну, шестой будет. Ну, и, возможно, ребята куда-то отправятся. Потому что как раз время самое то. Там Ликвид Файр третий. Пойдут у нас киберплейс на Тауэр. Это будет Габелла просто. Так, фаталист тоже шестой. А если спрейт на двоечку, на монеточку, ну, и стальчик тоже на двоечку. Такая вот раскачечка. Так, на мансер. На мансер. Пользу новую раздул по двоим. White Pipe. Тут еще приходят. Ну, и Сент Кинг у нас умирает от яда. Что касается раззора. Раззор полетает на фонтан и вживает. 4-4. Остану нас на счет. Фаталиста тут Ликвид Файр кинули. Ну, если что, конечно же, фаталист включит Алтимейт. Ну, и быстренько отрегенится. К этому тут проблем не должно быть. Астероид. Ну, ловит астероида тут. Еще станчик заходит. Джакера. Ну, Айспас по одному всего лишь залетает. Виншфол Спирит. Винга тоже делает тп-аут. Но нет, все-таки забирает его гормак. Лол. Ну, и на мидалейне тут Павло забирает у нас шаду шамана. 7-5. 7-5 в пользу команды Литачки. Пока что тяжело как-то играть в команде Киберплейс. Что у нас тут? Ну, опять же. Прозор очень больно. Прозор пока что ничего не может сделать с этим. Приходится очень сильно терпеть. Декантроп через Фладмерс пойдет. Остается тут еще Морбит масочка ему. Все у него появится. Какие-то у нас телодвижения тут. На мидалейне я вижу проблемы Виномальтера могут быть. Ой-ой-ой-ой-ой, Виномальтер. Ошибся. На развороте пошел. Поздно очень увидел то, что выходит на него два саппорта. Конечно же, очередной фраг. На команды Литачки. Так, Вингалд. Денайд Тауэр у нас на мидалейне. Файт Пайпу все-таки убивает. Тауэр сверху через Сварды. Ну и по 1-1 счет по Тауэрам у нас в матче. Так, ну пока что я не понимаю, почему тут Тауэр еще у нас не просел. В принципе, тут Джагера. Ну, Джагера может, конечно же, сейчас начать. Нагнетать обстановку. В леса Виномальтера переходит. Так, ну и вот. Миказ появляется у Джагера. Шестой ловел имеет. Сейчас седьмой получит. И четвертый Ликвид Файр, да? Да, четвертый Ликвид Файр. Это раз. Там уже потрачено. Несколько хранцовоев на футавара. Ну и на Фаталиста выходит. Фаталист еще свапает Фаталиста. Фаталист умирает также. Минус у нас Венеджер Фул Спирит. Да, зажался в уголку. А нет, Пальтикаст еще прошел. Ну вот еще один сейчас. Ликвид Файр. Ну это минус Тауэр. Это минус Тауэр. Ну и можно дальше идти. В принципе, ничего их не сдерживают. Еще Арканы тут есть. Тут есть Микан. Тут все есть. Для того, чтобы дальше идти по линии. Ну и ни о чем не беспокоиться. Где 200 из Этгильга. Возможно сейчас даггер появится. Ну да, тут еще датикает 5. 5 монеточек. Да. Сторой дальше. Еще один Ликвид Файр взлетает по Тауэру. Ну, просто грязь творится с Тауэром. По-другому это не скажешь. Если спрейт подложили. Ну, для фортификации вынуждено тут прожать, ребята. Чуть тележка нормально нарезает. Самое оно. Так, подходит сюда еще у нас Шадо Шаман. Потихонечку. Ну что же, будет какой-то экшен? Или нет? Нет. Аккуратненько играют. Вот. Пайт Пайпу. Ворды. Начинает нарезать по Тауэру. Это минус Т2 на ботове. Команды Литачки. Я верю, что у нас тут. У Ликантропа Владмир спятая дальше фармит на что-то. Посмотрим, что это будет дальше. 1700 у Виномансера. Астероид купил себе Став. У Вайт Пайпу. Там, вусик ему залепили. Ну и 1100 у Громага. Тоже, думаю, какой-то Пойнт Быстр прикупит себе. Как будут деньги. Так, ну... Пашка! Беги! Пашка уходит. Уходит с Блинка. Ну, правда, тут Разор встреет. Карт что-то... Не увидел или что это было. Это уверенно фармил он себе. Как видим, забирает и его. 8-8. Становится счет. Бристалбэк вливается у нас в игру. Есть уже Вангвард у него. Раздул. Поезд нового хорошего. Тут Виномансера входит по своим. Ну, тут Эпицентр. Тут Эпицентр. Вот Сенткинга разваливает уже двоих. Дальше идут игроки. Нет, Сагурмаг не пойдут. Тут больше никого и нет. 2-2. В итоге у нас размин произошел. Не было у нас еще вот этого товарища, который немножко занят, как видим. Буквально чуть-чуть. Ну и... Фавел все видит, но молчит. В принципе, будет, наверное, пытаться впрыгнуть или нет? Нет. Не будет пытаться впрыгнуть. Все, Шейгз собирает у нас Ликантроп. Собрал Нурошанов соло. Пока там его тиммейты. Неплохо так. Все делали. Ну и Виномастер появляется Даггер. Блин, Даггер это... Это успех. Особенно на Виномастере. Да, гель для Фаталиста. Начинает нарезать Фаталисту. На Фаталиста по ауту. Подождите, взявать просто. Такс. Ликантроп, 11-й лавел. Ну и в Некра идет. Видимо, по стэшу. Что у него находится там. Поэтому будет все-таки туда идти. Да, в принципе, я старую тоже ничем не отличается. То же самое будет делать, что у Ликантроп. Поэтому... Будет все круто у нас выглядеть. Да, ставятся ворды. На следующий Таур. Начинают ребята его нарезать. Очень даже неплохо. Павел копает у нас Сашу. Ну и... По-моему, потратили у нас Ликантропа. Хотя у него есть и Эггис. То есть нечего тут бояться. Минус у нас Винджи Фолл Спирит. Ну и сейчас главное не отдать Ликантропа. Есть у него форма. В принципе, могут ребята еще как-то подраться. Но нет. Все-таки заканчивается все у нас на Т2 Тауре. Ну и в итоге у нас получается последний остается внешний Таур у ребят с команды Литачки. Который, мне кажется, совсем скоро упадет. Да, отправляется сюда же ребята. Ну а драться чем драться пока что неизвестно. Фатарист тут фармит. Таур падает. И да. Ой-ой-ой, отлично. Смаз по троим попадает у Джакира. Ну и начинается у нас драка. Эпицентр очень даже неплохой. Павла залетает. Минус один уже есть. Свапует еще у Гермага. Минус два. До один у нас уже размен. Виномастера тоже у нас цепанули. Виномастер вряд ли куда-то уйдет. На разворот еще пытается какой-то дамедж в Литте. Ну, минус у нас Винга. До тикает же. Нет, Сикью Зайд. Лол. Ну, поймали астероида. И один Ликантроп. Который остался у нас живой. Ну, это ненадолго. Раз, ты ченца. Топ-аут. Да ладно. Ну, уходит на Саша. Буквально там на лоу хп. Заметил. О, Разор. Умывает. Так, первый Некра появляется у Джекера. Также первый Некра есть у Ликантропа. Пока что не несет их. Так, так, так. Виномантер дальше фармит себе. Опять же, непонятно на что. В принципе, тут бы неплохо заехал бы какую-то Аганиму. Виномантера, который неплохо там дэмэдж вливал бы по игрокам. Ну, БКБ вроде бы там не намечается. Хотя, Алхимик собрает потихонечку БКБ. Бристалл Бэк Худ собрал себе. Разор, видимо, с Миказмом бегает с ПТ. Ну, и вроде бы как на этом все это мы и заканчивается. Пошел Вейв в Террор. Так, ну и по двум сторонам идут игроки. Команда Дайр. Тут уже Ликвид Файр работает. Тут Астероида. Тут есть Варды, которые неплохо так разбивают арм. Ну, вязать цикле и фортификация. Ну, сейчас быстренько нужно тут разобрать Варды. Ну, и желательно все Фаталисту, конечно же, отдавать. Третья монеточка. Это самое оно. Да-да-да, Натворс. Да, Натворс увидим. Третье место занимает Фаталист. Дальше идет там Бристалл Бэк. С первого места занимает у нас команда Киберплейс. Ну, вряд ли там что-то по графикам такое интересное. В принципе, все должно быть за команда Киберплейс там. То есть такое. Ну да, пять тысяч. Ну и по экспириенсу три тысячи где-то лидируют у нас титачки. Так, вторая Некра появляется у Ликантропа. Ну, напрягает вот ребята, как видим. Постоянно тут смеки натыкивают на свиномантер. Тоже это... Убегает очень хорошо. Ну, астероиды поймали, свапнули, ну и астероиды, наверное, убьют. Хотя Микказм Ньюзайд на развороте неплохо так навалял у нас Веншфул Спирит. Ну и тем временем у нас снизу тоже происходит драка. Ликантроп в форме убегает. Убегает, убегает, убегает. Ну и тут за Угром. Ребята, нашли пару страйк, минус Угрмейдж. Ну, хороший Тифенс. Команду литачки, в принципе, все грамотно сделали. Дождались того самого Джакира, свапнули его. Правда, его очень сильно долго убивали. Вот атакое. Так, Ликантроп возвращается обратно. Правда, опять же, хеллспоинтов у него нету. Нужно как-то так... Владмирсом кого-то покусать. Будет отлично. Пошел у нас Хауль. Халки заходят у нас на ХГ. Начинают потихонечку пинать Т3 Тауэр. Ну, вот, пошли Текра уже. Тоже туда же. Ну и что же тут? Тут у нас тоже драка строит. Опять же, суицид какой-то в Т3 Тауэр. Опять же, Тауэр у нас стоит. 70 хп у него остается. Ну и снизу тоже тут Ликантроп неплохо так погрыз его. Опять же, форма приобретает. И бежать, бежать, бежать отсюда. Плазмофилд все-таки накрывает Ликантропа. И за Вайтпипа еще погонятся. Ой-ой-ой. Ну, принял смерть лицом. В итоге минус 3. Вот, карта залетает. А карту давать фраги это как-то не очень, говорят. 3 500 уже у Разора. Ну и конечно же... Плохо, плохо, плохо. Ну, по миддлейну решают пойти у нас команда Литачки. Забрать хотя бы Т1 Тауэр. Такая Спасик. Ну, залетает Игнайт. Ну, нужно разобраться в Скрипальне сначала. Потом уже как-то как-то действовать. Виномантер тут обставил себе зону. Плохо. Ну, 3 100 уже у Виномантера. Дальше фармит. Фармит и фармит. Приходят ребята из команды Радиан на топ. Тоже пытаются забрать Т1 Тауэр. В принципе, Тауэр битый. Поэтому без проблем сейчас разберутся с ним. Ну, есть телепорт. Телепорт тут Огра. Ее, Орга тут еще принимают. Ну и тоже двойной мультикаст вписывает. Игнайт тоже двойной. Ну... Никак не помогло, как видимо, это все дело. За Виномантером. Пришли пойти ребята. Виномантер тут должен что-то прикупить, мне кажется. Раздулся на развороте, но... Я думаю, никто не почувствует. Хотя тут Вингал, возможно, и почувствует. Очень быстро слазят как фэлспоинты. Сразу же телепорт на базу. Но нет. Не умирает. Пашка. 2 100. С Энкинга. Посмотрим, что будет дальше. Он делает... Ну, Тауэр. 69 хп. Оп. Кидон. Нормальный. Тауэр за команда Кейперплейс остался. А тут я что-то и... Не увидел, кто убил Тауэр. Я думаю, там... Не важно. Кримсанглад появляется у Бристаллбека. По графикам давайте взглянем, что у нас на 23-й минуте уже. По командам Детворца это все в ноль. Ну и по эксперименту 10 тысяч за командой Летачки. Это, конечно, опасненько немножко. Что там у Прозоро? Прозоро должен, да, погоним с Аптор прилететь. Форстаф имеется с Энкинга. В принципе, тут уже неплохо себя чувствуют ребята с командой Летачки. Могр. Что? Что это? Ну, два лорда тоже сила. Больше вижен будет давать. Окей. Алхимик с Гиперстоуном. Ну и что же, начинает Т1 все-таки опять же ломать, пробовать. Опять же вязается глифортификация. Минус Рошан в исполнении команды Дайер. Ну и Ликантроп должен уже на подходе где-то быть. В принципе, я думаю... Или нет? Нет. Ликантроп переходит у нас вниз. Минус Т1 Тауэр. Ну, Ликантроп вместе с Вайт Пайпо отправляется у нас вниз. В принципе, можно, да, отправить там своих суммонов. Уже на живой барак. Я думаю, было бы очень-очень круто. Что-то у Шаман. Сейчас найдет кого-то. Да, находит на Снупе. Но он, по Снупе, не пошел. Так, Ликантроп. Приобретайте Метрилхаммер. Отправляется дальше по линии. Точнее, к себе. Что у нас тут? Сенкинг. А, переходит в леса, опять же. Фармит, фармит, фармит у нас Ликантроп. Так, карт. Сверху у нас находится. 1500 на руках. БКБ должен собирать. Следующим айтемом. Шаду Шаман с Ганим Септером. Тут Джагера, Миказм. Первый Некрат тысячу на руках. Ну, и Веномантер. Да, Ганим Септер себе приобрел. Такс, такс, такс. Плэтмейл появляется у Фаталиста. Опять же Кераса, наверное, будет собирать. Престиллбэк 500 голды. Ну и Сенкинг тоже пока что ничего не имеет. Такого жесткого. Так, с ПКБ тут на подходе у Саши. Ну и сразу же третий Некрай Райд Кликом покупает себе у нас Джакера. Так, вроде бы кого-то тут нашли. Нашли тут Ограб. Сразу же убивает его. Ну и... И Контроп. Мне кажется, нужно вот сбежать уже. Пора бы. Может подставиться. Ну, опять пытаются как-то по двум сторонам заходить ребята с команды Киберплейс. Да не очень у них все удачно происходит, как мы видим. Такие тачки неплохо контролят у нас в стороны. И он быстро переключается на одну и на другую сторону. Так, на астероида. Должен быть выходом. Далеко ушел. Все-таки не пошли. Так, Веномайзер у нас уже наверху. Начинает тут расставлять свой Дефенс. Сенкинг выбивает у нас Джакера на медалейне. Ну и отправляется ребята наверх. Будет тут забирать у нас Веномайзера. Да, Веномайзер. Блинкаут. Ну и... Она будет опять же стоять на этой линии. Ну вот, БКБ появилось Ликонтропа. Возможно и сейчас можно попробовать как-то зайти. Но опять же нужен пятый. Так, он так и пропадет, чтобы что-то делать. Танкераса уже появилась у Алхимика. Ну... Это... Минус пять, да? Получается... Да, минус пять. И минус еще сколько? Минус семь. Ну, 12 термора просто сходу. Если будет тест-прэем. Так, ну что же, нахуй это у нас Веномайзера. Веномайзеры копают. Полностью все дал у нас Веномайзер. Но сразу же два саппорта просто улетают отсюда. Даже три игрока. Ибо очень больно. Горят. Ну... Га пытается жить. Га выживает. Там буквально 400 хп. Станчик получает у нас Саша. Как видим, не страшно. Не так уж и страшно. По миду лейну идут игроки. Команда Киверплея. Ставится ворду от Вайт Пайпо. Начинают ребята избивать оранжевой барак. Свапают у нас этот астероида. Астероид получает Бару-Страйк. Ну, Тауэр тут падает. Точнее, барак тут падает. Это точно. Угрмага. Вот еще цепанули. Убили угрмага. Убили у нас Джакира. Ну, и... Милишный барак поживает у нас. Поживает. Ну, тоже тут неплохая пачка крипов, которую неплохо было бы законтролить. Но тут у нас Ликантроп. Из-за БКБ. Телепорта нету, поэтому приходится пешочком уходить. Так, 200 уже фатолиста. Потихонечку, потихонечку собирается. То, что и нужно фатолистам. Так, иду дальше. У нас игроки командовали тачки по миддллейну. Ну, и вниз переходят у нас игроки. Тут я вижу, да. Киперплейс. Тут Снупи. Снупи тяжело убить. Но можно. Да, Шеклз на Снупи. Начинает его нарезать, ребята. Ну, и еще Хекс есть. Минус у нас Снупи. Джакира, те времена, тоже у нас погибает на миддллейне. Ну, и сразу же Ликантроп отправляется у нас. На бараке. Есть вот телепорт от фатолиста. Один тавер, точнее, один барак должен точно разбить. Да. Ну, и сам уходит или нет. 4 секунды до БКБ. Ну, Тепи-центр, который все просто вливается в этого Ликантропа. Тут еще White Pipe подходит. Дает Хекс. Ну, и Топаут. Топаут проходит. Кормак у нас погибает на миддллейне. Забрали тут тоже 2 тавера у нас, игроки команды. Летачки. Ну, и Виномансер у нас уже сверху тоже неплохо так нарезает крипов. Было бы круче, если бы вышечку, конечно же, дамажил. Но крипы тоже сила. Изолятор. Покупает себе он от алист после этого всего. Еще один айтем на минус армор. Так, шаду-шаман. Дорджи-бустер прикупил себе. А, разобрал арканы. Тю. Травала себе купил. Ну, и Травала покупает себе бристлбэк. Которым собака ум. Правляется на ботом. 2-3 с высоты НГА уже. Потихонечко тоже собирается у нас Паша. Пу-пу-пу. Какие улыбки я приобрел Миномансер. Что ж, он на мидл будет отправляться на фаталиста. Получается. Да, фаталист получает гель. Начинают его сбивать. Но главное не подойти сейчас к фаталисту кому-то. Потому что там Тария был, Тария был дамаж будет идти. Сбивает еще ему телепорт. И да. Ну, как видим, под салтимейтом практически ничего не чувствуют. Круто яда, поэтому. Нормич. Ему нормич. Не уверенно идет у нас Саша. Как-то не очень уверенно. Опять же, есть телепорты. Нужно тут аккуратно действовать. Есть БКБ. Саша получает Бару-страйк. Да, из БКБ форму. Ну и не убегает. Забирают у нас. Ликантропа. Но тут White Pipe ставят просто ворды на этот. Тауэр. Точнее, барак милишный. Господи. Нет, все Тауэр. Ну это минус ботум. Еще остается вот этот барак как-то загрызть. Тоже, наверное, таким же способом. Другому, наверное, нельзя. Так, ну и по миддлэйну. Два игрока команды летачки. Нужно как-то это все восстанавливать. Но как? Как? Пока что не ясно. Кантроп без ББК. Только что пропал у него этот ББК. Астероида поймали, астероида убили. Некров еще вызвал. Виталий забрал этих Некров. Ну и что же? Выписал тут у нас танчик. Огрмаг. Сейчас на КГ будет подниматься у нас. А дефать я не знаю, чем тут можно. В принципе, никак не задефаешь. Это дамаж. Игнает залетел. Минус нас Т3. Начинает фокусить бараки. Для фортификации юзается. Леконтроп уже появился. Ну и прыгает у нас Виномансер. Развлетелся. БКБ прожимает у нас разор. Сразу же ТП-аут. Фатарист тоже БКБ ТП-аут. Фатариста убьют. Да. Фатариста забирают. Возможно, сейчас кого-то тут спанут. Вингана ЛУХП уходит. А тут Бестлбека поймали. Бестлбека поймали. А вот... Нечем останавливать. Гель не попадает. Беда, проще говоря. Ну, есть вот этот товарищ. Вроде бы как-то должен все решать. Говорят. Да, именно так и есть. Забегали у нас тут. Волки. Минус Рошан. Команда Киперплейс. А Эггис. Да, ну, какой Эггис? Вы о чем? Забрал на мастера Эггис. Что тут пару страйк уходит у нас с Энкинг. Ну, и вроде бы как память Делэйна все-таки до конца будут играть у нас Киперплейс. То, что им нужно, мне кажется, сейчас просто в суицидится в один барак. Но главное, чтобы байбэк был. Если что, не было какой-то ответочки. Будет, конечно же, печально. Да, есть форма. Пошли уже у нас Некра фокусить барак. Минус у нас барак есть. Ну, и полный хаос творится здесь. Минус у нас Жакира. Свапают у нас Сашу. Саша у нас без БКБ. Начинает его нарезать фаталист. Но еще и виновансер решил подраться. Не знаю зачем, но... Круто, говорит. Драться это круто. Сбивает у Моэгис. Ну, и с... Все, Огромак остановился. Лол. Бывает. Ну, в принципе, тут виновансер должен входить с Блинка. Телепорта у него нету, поэтому будет сейчас бежать. Пешочком. Что у нас тут сверху? Сверху у нас тут прозор. Статиклинг не кинул почему-то. В принципе, Ликонтроп может его забрать, мне кажется. Хотя Статиклинг, конечно же, сделает свое дело. Хотя тут Хауль совсем немножко остается. Что тоже... Да, Статиклинг кидается, но и уходит отсюда у нас товарищ. Виновансер, да. Выпрыгавец Блинка, забрали Ограб. Ну, и на развороте цепляет еще у нас и карта. Прилетает сюда у нас Нупень. Давай Пайпу вязать на сыр. Ну, 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 ну. Прилетает у нас карта. Виновансер тоже встреет здесь. Решил подраться. Как видим, неудачно. Ну, так и что. Минус две стороны. Команда Элит очки. Дальше они будут играть, конечно же. Есть у них шансы что-то тут сделать. Ну, и будем смотреть, как они будут что-то делать. Как-то тащить эту игру. Отрывал. Купил себя фаталист. Ну, астероид встрял. Астероид, астероид. Все. Просто выдал, что у него было. Конечно же. Ну, и на 45 секунд отправляется в таверну. Телекантроп стоит. Нет у него телепорта. Поэтому, наверное, все-таки нужно тут улынить как-то. Пытаться сделать какой-то улын. Потому что это сейчас только и решает, наверное. Да, сразу же разводит на двух телепорт. На два телепорта. Точнее, минус на стэ-3. Через ПКБ-30... Вхватывает его. В те времена там цепанули вроде бы. Нет, цепанули. Вайт Пайпо. Телекантроп. Убегает. Ну, летит к нему, наверное, Кераса. Да. Да, Кераса летит к нему. Ну, появится у него минус армор. Это, конечно же, лучше. Станет как-то для убивания вышечек. Самая она будет. Давайте взглянем на график на данный момент. 38-ая минута. Ну, 7,5. По команду Нетворсу. За командой две тачки. По экспериенции, видимо, то же самое. Даже 15 тысяч. Но... База кончается. Это, говорят, плохо. Это, говорят, очень плохо. Могурмак. Получает станчик. Хорошо. Ну, и начинает вот ребята тоже пилить неплохо. На развороте станчик прошел. Мультикаст. Да, ну, мультикаст Игнайта прошел. Ну, и Виномайстер тоже отдается. Видимо, или нет. Хотя есть Кекс. Пришел астероид. Сразу же погибает. Беда. По-моему, беда. Виномайстере есть скрол. Улетит, если что, на респаун. Поэтому тут не надо об этом беспокоиться. Ликантроп тут у нас кончается, да. Закончится Ликантроп. Правда, нет у нас живого барака. Остается последний милисный барак до мегагрипов. Команда Киберплейс. Вайт Пайп уходит. Малого ХП. Но, опять же, нету телепорта, поэтому тут без проблем заходят игроки команды. Тачки ломают тут. Живой барак. На виду лейне. И, вроде бы, как на Т4 будет сейчас заходить. В принципе, могут. Могут это сделать. Без проблем. А, начинает впитывать. У нас ставок дэмэдж. Есть ваф от Угрмага. И... Виномастер подошел, раздулся. Виномастер у нас погибает. Сразу же байбек делает. Ну, нету Ликантропа. Тоже на Ликантроп, но... Нету байбека. Минус один Т4. Потихонечку Т4 второй падает. Есть шеклс на фаталиста. Куда это все заходит? Непонятно, куда эпицентр расхастовался. Ну, трон уже горит. Но тут... Тут только Т4 падает. Тут падает Т4. Байбек у Джакира. Поймали Виномастера. Виномастер дает гель. Минус Павло у нас. Сразу же байбек там от фаталиста. Ну и что же. Для фортификации за этот ребята. До конца все-таки ребята пытаются как-то все-таки сдержать свою оборону. Но трон падает. Вот трон падает. И... Команды Литачки выигрывают у нас эту игру. Ну и еще становится у нас 1-1. Ну и нас ждет впереди еще последняя третья игра. Ну и именно там определится, кто же у нас победит в нашем турнире.